Доброе утро! Мы хотели выпустить его для того, чтобы как-то настроение у людей повысилось. Ну вот мы хотим услышать какие-то подробности, как все снималось, какое было настроение, кто снимал. Ну начнем с того, что «Я жива», да, песня, откуда она родилась. Автором этой песни являются Тео, Леонид Ширин и Оля Рыжикова. И в прошлом году, знаете, немножко такой отдых, да, возможно, кому-то показалось, что, может быть, я отдыхала. На самом деле я работала над песней, потому что очень сложно было в связи с занятостью Тео его как-то выловить, сказать Тео, надо срочно доделывать песню. Но в итоге в конце года мы презентовали ее, была она английская, есть еще английская версия песни «I'm alive», которую я записывала в Лондоне. Вот, а для нашей страны мы решили сделать ее на русском языке под названием «Я жива», собственно, тот же перевод. Песня позитивная, о счастье, о любви, конечно же. И в конце года пришла такая идея снять клип. Режиссером клипа является Анна Герт, талантливая молодая девушка, которая имеет нестандартное мышление и видение. Она всегда подчеркивает достоинство и женственность, и работает исключительно в этом направлении. То есть все, что касается, то, что мы видим в клипе, это ее идеи, да? Да, конечно, это ее идеи. И приятно, что очень пастельные такие тона, очень нежные, особенно сейчас у нас весна. И самый главный, конечно, взрыв яркости, цвета, это в конце, когда летят огромное количество лепестков роз. У нас было более трех ящиков. Могу вам сказать, это не дешевое удовольствие. Конечно, удовольствие. Кто обрывал специально обученные люди? У нас специально есть люди, конечно же, помощники, которые все это делали. Сначала, наверное, шипы надо было отрезать. Лепестки просто, да? Вот, конечно же, очень жалко, такое количество цветов. Но чего не сделаешь ради искусства. Как ощущение, да, оказаться вот в этом? Приятно. Как там было внутри? У нас съемки длились всего лишь один день, но за эти 12 часов, 12 часов съемок, мы успели очень многое снять. Вот, и последние вот эти сцены, они, конечно, уже проходили за полночь. Вот, поэтому, конечно, смутно помню. Вот, но приятно. Знаете, каждая девушка, женщина мечтает, конечно, искупаться в розах. Вот, и у меня это, конечно, произошло. Режиссер, расскажи подробнее, как вы встретились? Как вот сложился ваш союз взаимоотношений на площадке? Все ли складывалось легко? Сейчас с Евровидения, по-моему, началось. Да, действительно, мы еще знакомы с конкурса Евровидения. Дело в том, что мне особо приятно всегда работать с людьми, которые не только талантливые, но еще и человечные. И очень важно отношение между людьми. И с Аней я познакомилась года три назад, и только вот, когда я ехала на конкурс Евровидения, она делала фотосессию, которую мы возили в Швецию, и всю промо-продукцию в том числе. Те образы и те фотосессии, которые она, конечно же, проводит, и опять-таки, повторюсь, они только подчеркивают все достоинства, ни в коем случае недостатки. И минимально фотошопа. Ну, ее работа действительно уже получила признание. В прошлом году она получила номинацию, я не помню уже точно. Лира, да-да-да, национальная премия Лира. Да-да-да, она снимала клип Жанет. Я вот недавно пересматривала, конечно, этот клип тоже под впечатлением. Не могу без слез смотреть. Но клип действительно получился интересный, вот это пастельные тона. Ведь это так приятно, что за Аней уже есть такой след победы клипов, да? А может быть, и мой будет участвовать в следующей Лире. Ну, будем переживать, конечно. Алена, есть еще что-то новое, над чем вы работаете сейчас? Ой, вы знаете, очень много планов. Откуда у меня столько энергии, я даже не могу представить. Сейчас я работаю над сольным концертом. В этом году юбилейный год в трех отношениях для меня. Во-первых, мне 30 лет исполняется в этом году. Во-вторых, 10 лет, как я на сцене большой. И 10 лет, как я нахожусь в продюсерском центре «Спамаш». Совсем недавно был юбилейный концерт, который проходил в Казыминск. Аншлаг, не побоюсь этого слова. Хоть это и не скромно. Все, конечно же, остались под впечатлением. А сейчас хочется продолжить эту линию. И сейчас я работаю над новым репертуаром. Не буду раскрывать все секреты, так как все-таки, знаете, есть такая фраза. Ангелы слышат мысли, а демоны слышат голос. И для того, чтобы все сбылось, я все это в мыслях. Сейчас у нас тур юбилейного концерта Праджиевского центра «Спамаш» по всем городам и закоулкой нашей страны. Так, с какого числа и где вы, какие... Мы же были в Ашмянах, мы были в Марине Горке. И у нас, конечно, еще очень-очень плотный график на конец марта, начало апреля и даже на мае уже.